Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Принимая сегодня с докладом вице-премьера Владимира Дворника и председателя комитета госконтроля, президент обратил внимание на ряд проблем в этой сфере. В частности, было подчеркнуто, что при работе с лесом отходов быть не может. А в очередной раз глава государства просит разрешить экспорт чистого леса, вместо того, чтобы перерабатывать древесину и продавать уже готовый продукт, который стоит гораздо дороже. Такая возможность у отечественных предприятий есть. В прошлом году на этом заработали 43 миллиона рублей. Президент потребовал разобраться в ситуации. Мы просто безалаберно относимся к этому дару, дару природы. Почти 40% территории лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то лес, а даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать. В очередной раз вы вносите мне предложение о том, чтобы я разрешил поставки бревна этого на внешние рынки. То есть то, что мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши ресурсы лесные в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого, даже не пиловочника, а бревна этого. Это у вас отходы. У меня в лесу отходов нет. А если у вас отходы получаются, печально. Печально. Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте. Вот сейчас вы затеяли целую эпопею, что вот там какие-то у нас краед, поел лес, пилили, не можем переработать и продать пилеты. То есть для топлива. Шесть заводов построим. Когда вы их построите? Я поинтересовался технологией этих заводов. Слушайте, какие заводы? Это стоят две машины, которые сегодня перерабатывают щипу, опилки и прочее, как ты говоришь, эти отходы и превращают в пилеты. То есть материал для топлива. И спрос большой на рынке. И цена неплохая. Так это надо вчера было уже эти завести оборудование и поставить. Я ему проводил пример 41-го года. Если бы мы так переносили заводы на Урал, мы бы войну проиграли. А тут шесть машин не можем поставить. Крышу сделали, поставили и работаете. А параллельно делаете стены. Речь шла о предприятиях, которые занимаются переработкой некачественной древесины в топливные пилеты. Более 2000 катерин по всей стране работают на этом материале.